Независимо от версии, «Дом у дороги» суровый фильм В версии 2024 года кулаки летали в реальности, и звезда Джейк Джилленхол делился всеми подробностями случившегося. Самый запоминающийся бой в «Доме у дороги» 1979 года заканчивался тем, что Джеймс Далтон, который играл Патрик Суэйзи, разрывал горло человека голыми руками. Спустя 30 лет боевиков любой ремейк «Дома у дороги» должен был бы немного усилить жестокость, чтобы сохранить прежнее воздействие. На этот раз Джейк Джилленхол действительно натренировался, чтобы сыграть главного героя бойца ММА Элвуда Далтона. Несмотря на блестящую форму, съемки для звезды были сложными. Джилленхол получил ужасную травму на съемочной площадке из-за проблем со стеклом. И, возможно, еще более страшно, он был ударен в лицо настоящей звездой ММА Конором МакГрегором, который играет антагониста фильма «Нокса». Джейк рассказал об этом инциденте во время выступления в «Тонайт-шоу», описывая, что почувствовал, получив удар от боксера мирового класса. Оказывается, небольшая бессонница могла сыграть свою роль. Было поздно, мы снимали много боевых сцен ночью, так что было около трех часов ночи. Джейк описал, как он и Конор притворялись, что сражаются перед камерами, а потом смотрели запись для отточивания своего подхода. «Именно во время одной из свободных репетиций Конор случайно ударил». И он говорил со мной очень близко и сказал «Вот так, левый хук выглядит хорошо, но когда делаешь его, вот так, и случайно ударил меня». Актер отметил, что оба были равно удивлены, когда получил удар. «Я только что ударил тебя, ты в порядке?» К счастью, они поддерживали рабочие отношения на протяжении съемок, и МакГрегор дал советы, чтобы сделать все более правдоподобным. «Он всегда был великолепен со мной. Он обучал меня, рассказывал, что делать. Вот так. Знаете, поверните голову и подвигайтесь еще немного в этом направлении, чтобы выглядело реалистичнее». Тем не менее, Джейк Джилленхол не был единственным, кто получал реальные удары во время съемок «Дома у дороги». Он еще и случайно ударил Конора МакГрегора дверью машины по голове. Зывайте это местью, если хотите. Но Джилленхол отметил, что боксер просто отмахнулся. Он был типа «Пф». В новостях ремейк «Дома у дороги» получил свою долю драмы. Большую часть спора вызвал вопрос о правах на историю и потоковую передачу фильма. Потрясающе, что два главных актера, бьющих друг друга в лицо, были наименьшей из проблем фильма. По словам Конора МакГрегора, у него была дополнительная мотивация выложиться на съемках «Дома у дороги». В интервью The Hollywood Reporter звезда вспомнила слова Мерил Стрип о смешанных единоборствах на золотом глобусе 2017 года. В тот раз Стрип сказала во время благодарственной речи «Голливуд полон чужаков и иностранцев, и если мы их всех выгоним, вы будете смотреть только футбол и смешанные единоборства, которые точно не искусство». Стрип говорила не об этом, она говорила про искусство. Но МакГрегора, очевидно, ранила ее неуместная цель на ММА. В интервью с THR он представил свою точку зрения, заявив «Я был потрясен, потому что борьба – это искусство. Оно жестокое, я понимаю. Это не для ошибок. Это истинное мастерство для тех, кто делает то, что мы делаем. Поэтому я пришел, возможно, с маленьким обидчивым чипом и хотел представить мой вид спорта и мое искусство, проявить лучшие качества в этой арене». Сам посмотрите, как это у него получилось в фильме «Роудхаус», транслируемом на Amazon Prime Video. Продолжение следует...